Где брали деньги на то, чтобы заводы, пароходы строить, дороги прокладывать, тоннели прокладывать? Да, послушайте, значит, у нас никак не могут понять принципиальной разницы между сталинской экономикой, которая была социалистической, и между нынешней или буржуазной экономикой. Значит, в чем эта принципиальная разница? Я сейчас на пальцах объясню, чтобы люди поняли. Вот, например, стоит задача построить завод и начать выпуск той или иной продукции. Значит, понятно, что под эту задачу надо понять, где брать ресурсы людские, значит, источники сырья и так далее, и так далее. Денежные, наверное, тоже нужны. Какую, ничего подобного. Технологии чьи? Ничего подобного. Какие коммуникации и так далее. И эта задача при социалистической экономике будет решена по-любому. Почему? А потому что здесь главная задача не извлечение прибыли, а создание этого завода и производство продукта. В капиталистической экономике будет стоять точно такое же производство, с такими же задачами. Если оно не будет давать прибыли, это производство никогда не откроется. Ни один капиталист не вложит сюда. Поэтому в капитализме деньги это все, а при социализме деньги это лишь инструмент. Вот и вся принципиальная разница. Поэтому, когда мы говорим, откуда брали деньги, можно было спокойно включать печатный станок и запускать эти деньги. Тем более, вы имеете в виду, что вот целый ряд авторов, экономистов, тот же Ханин, Катасонов, они совершенно правильно говорят, в чем принципиальное отличие сталинской модели экономики, от советской, так называемой, которой мы причисляем хрущевскую модель, брежневскую, я уж не говорю горбачевскую. Там начался демонтаж вот этой сталинской модели. Там вот эти буржуазные, рыночные, неонеповские элементы, они разрушили вот эту сталинскую модель. И если при Сталине у нас ежегодно средние показатели промышленного роста составляли 18-21%, то при Брежневе, когда мы говорили о периоде застоя, эти показатели стали составлять всего 7-6% в год, в 3-4 раза меньше. А почему? А потому что вот эта вот Косыгинская реформа, которой нам давно уже промыли все, значит, мозги и навешали лапши, что вот, дескать, самые замечательные реформы, Косыгин великий реформатор. Да что сделал Косыгин? Он фактически возродил здесь неонеповскую, то есть сделал второй непов, словом говоря, в стране. А результат отлевал, развал Советского Союза, развал социализма как общественного строя. Сталин прекрасно понимал, в чем суть социалистической экономики. При социалистической, настоящей социалистической экономике, монополия на банковскую деятельность, раз. Монополия внешней торговли, два. Значит, роль Тарксинов какая была? А это вы не путайте. Дело в том, что при Сталине, вот опять-таки, еще раз, заблуждение. Говорят, что, дескать, была тоталитарная социалистическая экономика. При Сталине и Тарксины, и, значит, Артели спокойно работали, выполняли, в том числе, государственные заказы, наполняли рынки и так далее, и так далее. Сталин прекрасно понимал, что достаточно иметь командные высоты в руках государства только в стратегически важных отраслях производства. У нас, извините, и коллективизация. Почти 8% хозяйств, в отличие от хрущевских времен, были единоличными во времена Сталина. У нас не тотальная была коллективизация. А почему вас спросило про средства, которые тратили? Потому что, если возвращаться к первой пятилетке, тех же самых американцев приглашали, хорошо платили, вы сами это сказали, потому что нужны были технологии, нужны были, в конце концов, мозги инженерные. Что было во второй пятилетке? А мы хорошо учились, вы не переживайте. У нас были созданы сотни предприятий, сотни, значит, университетов, институтов, ПТУ, условно говоря, ну, школы рабочей молодежи. Русский народ, он талантливый, сообразительный. Там, где немец будет думать год, мы за месяц это все освоим, понимаете?